Всем привет! С вами канал Космостар. 10 лет назад, 22 февраля 2012 года, ушла из жизни знаменитая актриса театра и кино, любимица публики, народная артистка СССР Людмила Касаткина. Ее называли одной из самых обаятельных и отчаянных актрис, все наверняка до сих пор помнят, как она без дублеров входила в клетки к хищникам во время съемок в фильме Укротительница тигров. Ее прославили роли в фильмах Укращения Строптивой, Душечка, Большая перемена, Принцесса цирка, но в новом столетии она практически не появлялась на экранах. Почему легендарная актриса перестала сниматься в кино и как сложилась ее судьба, далее в нашем обзоре. Детские годы Людмилы Касаткиной были очень тяжелыми. Она родилась в 1925 году в крестьянской семье в селе Володарское Смоленской области, а спустя три года им пришлось оттуда бежать. Об этих временах актриса позже рассказывала, было у нас средняцкое хозяйство, корова с теленком, лошадь с жеребенком, три овцы, три поросенка, 20 кур. В один день у нас все это забрали. Угроза быть сосланными в Сибирь была вполне реальной, и тогда в одну ночь все из деревни сбежали. Во тьму. В неизвестность. В Москву. Началась эпоха мытарств, скитаний, горя и малых радостей. После многих испытаний, мы получили на троих, а вскоре родился и четвертый жилец, мой брат, Леонид. В Борисоглебском переулке, 12-метровую комнату в глубоком подвале, с одним окном под потолком. Нас заливал то дождь, то тающий снег. В этих подвалах прежние хозяева дома, князья, боленские, держали хлам, люди здесь не жили. С пяти лет Людмила занималась в хореографическом классе и мечтала стать балериной. Однако этим мечтам не суждено было осуществиться, семья жила бедно, практически впроголодь, постоянные физические нагрузки пагубно сказывались на здоровье девочки. И однажды она потеряла сознание прямо на сцене. После этого врачи запретили ей продолжать занятия. Когда началась война, Людмила гостила у бабушки в деревне Подможайском, а вся ее семья оставалась в Москве. Из-за постоянных бомбежек поезда ходили редко, и добираться до Можайска пришлось пешком, целую неделю, под обстрелами, с десятками других беженцев. Но она все же дошла, а на вокзале в Толчее и Суматохе ей чудом удалось найти мать, она приехала за ней из Москвы и уже отчаялась добраться до деревни. Эту встречу Касаткина вспоминала как один из самых счастливых моментов в своей жизни. Семья Касаткиных в эвакуацию не уехала, и все ужасы войны Людмиле пришлось пережить в Москве. Настоящим спасением в то время для нее стали занятия в студии, художественного слова Московского городского дома пионеров. С тех пор ее дальнейший творческий путь был предопределен, Касаткина больше не сомневалась в том, что хочет стать артисткой. В 1943 году Людмила Касаткина поступила в ГИТИС. На третьем курсе она познакомилась со студентом режиссерского факультета Сергеем Колосовым, который впоследствии стал ее мужем, знаменитым режиссером и создателем легендарных фильмов, прославивших его жену. После окончания учебы Касаткина поступила в труппу Центрального театра Советской армии и выступала на его сцене более 50 лет. Несмотря на успех на театральной сцене, в кино Касаткина долгое время не получала ролей. Пока в 1954 году ее не пригласили в Ленинград на пробы в фильм «Пять леопардов». Она и не надеялась на то, что эти пробы пройдут успешно, ее приглашали часто, но на роли не утверждали, виной чему была нестандартная внешность. Актриса рассказывала, мое круглое лицо как бы не вязалось с амплуа киногероини, а по своим лирическим данным я вроде бы на лирическую героиню тянула. На линфильме мои пробы увидели два режиссера, собиравшиеся ставить фильм о цирке. Они искали героиню, которая бы имела цирковое лицо. Как у меня. Круглое и смешное. И благодаря этому круглому и смешному лицу Касаткина, получила главную роль в фильме, который принес ей всесоюзную славу. Правда его название изменили «Укротительница тигров». Отчаянности молодой актрисы удивлялась вся съемочная группа, в основных сценах она снималась без дублеров, преодолевая панический страх перед тиграми. И добилась таких результатов, что цирковой дрессировщик хищников Борис Эдер, предложил ей стать профессиональной укротительницей. Следующей ее творческой вершиной стала Катарина, в шекспировской пьесе «Укращение строптивой». В этой роли актриса сначала выступала на театральной сцене, а затем снялась и в телефильме. В 1962 году ей присудили приз за лучшее исполнение главной женской роли на Международном фестивале телефильмов в Монте-Карло. Дальнейшая кинокарьера Людмилы Касаткиной складывалась успешно, она сыграла в 25 фильмах, 12 из которых создал ее муж, режиссер Сергей Колосов. Наибольшей любовью у зрителей пользовались работы Касаткиной в фильмах «Вызываем огонь на себя», «Душечка», «Большая перемена», «Принцесса цирка» и другие. Однако после 1993 года любимица публики практически пропала с экранов, с тех пор она снялась всего в четырех фильмах. Людмила Касаткина всегда называла себя в первую очередь театральной актрисой, на сцене которого она сыграла в 60 спектаклях. Однако помимо любви к театру, были и другие причины, вынудившие ее окончить кинокарьеру. Дело в том, что на протяжении последних лет Людмила Касаткина страдала болезнью Альцгеймера, что привело к расстройствам памяти. После 20 лет, прожитых в полуподвальном помещении, у актрисы развился хронический бронхит. В мае 2011 года ее госпитализировали с острой пневмонией. 11 февраля 2012 года. После обширного инсульта скончался ее супруг, а спустя 11 дней ушла из жизни и она сама, близкие говорили, что у них была такая духовная связь. Что своего существования без мужа Касаткина попросту не представляло. Людмила Касаткина и Сергей Колосов 62 года были вместе, внесли неоценимый вклад в советский и русский кинематограф. Обладали сильным характером, а еще талантом, который Господь им отпустил сполна.